Приветствую вас. Тела погибших в Украине грузинских бойцов Аркадия Касрадзе, Зазе Битадзе и Алика Цаава доставили на родину. После страданий настанет час воскресенья. На 27 апреля в Грузии за сутки выявили 290 случаев заражения ковидом, а скончались два пациента. Грузия готовится к принятию 24-го чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд до 2021 года, финальный турнир которого пройдет в Грузии и в Румынии с 21 июня по 8 июля в 2023 году. Грузия выделит 100 миллионов лари для восстановления спортивной инфраструктуры и строительства новых стадионов для проведения этого чемпионата. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. Новые объекты появятся в Твилиси, Батуми, Шагураму, Кутаиси, Цкалтубу и Кобулети. Грузия и Румыния как страны-организаторы сыграют в финальной стадии без прохождения квалификационного этапа. В Аджарии в селе Чао Хулойского муниципалитета появится новая туристическая локация. Местечко Кодиджуари построят смотровую площадку, откуда открывается вид на ущелье Схалта. Обновленная ЖД-станция Копитнари, расположенная в полторы километрах от Кутаиского аэропорта, начнет принимать пассажиров с 30 апреля. Пассажиров от станции Копитнари до аэропорта будут возить спецавтобусы, шаттлы. Время пути 5 минут. Проезд включен в стоимость железнодорожного билета. В условиях международных санкций спрос на грузинские порты растет. Казахстан планирует в текущем году транспортировать по грузинскому коридору до 3 миллионов тонн нефти. Усиление статуса транзитной страны окажет положительное влияние на экономический рост Грузии. Грузинский футболист Хвич Акварацхелли с нового сезона будет играть в Наполе. Грузия и Турция планируют значительно упростить и ускорить таможенные формальности, чтобы международные перевозки осуществлялись беспрепятственно. Американский предприниматель Илон Маск купит Твиттер за 44 миллиарда долларов. Удачи всем вам!